Почти каждый пятый казахстанский ребенок сталкивается с кибербуллингом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения. А по исследованию ЮНИСЕФ, больше миллиона детей в стране сталкиваются с негативным контентом в сети. Из них уже у 11% это вызывает серьезные расстройства. О том, как обезопасить детей в интернете, расскажет Анель Едельхоза. У казахстанских школьников теперь есть электронный кибер-тумар. По казахской традиции оберег. Он должен обезопасить детей в интернете и помочь научиться справляться с потенциальными угрозами. Проект совместно разработали Министерство просвещения, ЮНИСЕФ и Европейский союз. Задача каждой школы – начать эту мини-информационную кампанию у себя. То есть есть социальные плакаты, в каждом классе можно развесить наши инфографические плакаты, где пошагово ребенок может понять, что ему делать, когда происходит с ним какая-то травля, когда он узнает, что там какая-то личная информация, как защитить свою личную информацию, сколько времени проводить в интернете. То есть мы призываем школы, мы призываем учителей и родителей использовать наши информационные материалы для того, чтобы повысить осведомленность детей. Такое информирование необходимо уже со школьной скамьи, поскольку казахстанские дети все чаще и в более раннем возрасте вступают в мир онлайн-сообщества, говорит автор проекта. По данным исследования ЮНИСЕФ, каждый второй ребенок в стране начинает использовать интернет уже в возрасте от 5 до 8 лет, тогда как 5% во всемирную паутину впервые входят уже в возрасте 4 лет и младше. Дети в Казахстане подключаются к интернету практически с беспрецедентной скоростью. И что очень важно, они подключаются к интернету все раньше и раньше. То есть уже в 4 года у ребенка появляется доступ в интернет. А последствия буллинга могут быть долгосрочными. С этим, говорит житель столицы Марат Таиров, имя и фамилию героя мы изменили, справиться не так просто. Низкая самооценка, чувство одиночества и изоляции у него по сей день. Хотя с момента окончания школы прошло больше 5 лет. Травлю мальчику устроили одноклассники, рассылая в социальных сетях личные данные, фотографии и видео. Все это они нашли в переписках. На уроке информатики я забыл закрыть свою страничку в социальной сети. Одноклассники переслали друг другу, публиковали на различных платформах, пабликах. На тот момент было очень много просмотров и негативных комментариев. По утрам не хотелось идти в школу. У меня не было друзей. Посещали даже плохие мысли. Прошло уже много лет с момента окончания школы. Но только недавно я понял, что последствия психологической травмы остались. Сейчас работаю над этим с психологом. В этих случаях детям важно вовремя оказать психологическую помощь. По словам психолога Светланы Богатыревой, к ней с такой проблемой каждый месяц обращаются порядка 10 человек. В вопросе безопасности детей от подобного давления ответственность лежит в первую очередь на родителях, считает специалист. И здесь нужна такая очень мягкая работа на предмет коррекции ребенка, его самовосприятия. Как он видит мир, как он видит людей, как он видит себя. Ну, долгие такие беседы, разговоры. Это могут делать даже родители. Но если не справляются родители, видят, что уже действительно серьезная какая-то травма или урон, что ребенок и хотел бы забыть, но не может, это все время возвращается к нему, вот тогда хорошо бы обратиться к специалисту за специализированной помощью, чтобы проработать какие-то вот эти вещи, и они не тянулись за человеком в дальнейшую жизнь. Между тем, привлечь к ответственности за кибербуллинг в нашей стране очень сложно, отмечают юристы, поскольку доказать психоэмоциональный ущерб практически невозможно.